Уважаемые друзья, здравствуйте! Но мы не будем подводить итоги за четверть века. Охватим чуть более близкий к нам период времени. Поговорим о текущем полугодии, о его результатах. В студии НТК-21 руководитель Главного управления НЧС России по ЕАО Анатолий Панов. Анатолий Алексеевич, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте в целом обстановка по пожарам. Какова в связи с особо опасным периодом пожара? Сейчас продолжает действовать пожарный сезон. В рамках него вводился особый противопожарный период. В целом его прошли лучше, чем в прошлом году. По количеству пожаров мы находимся примерно в тех же цифрах, но площади пожаров сокращены практически вдвое. При этом стоит отметить, что проводится работа по определению порядка тушения ландшафтных пожаров, по учету ландшафтных пожаров, по определению площадей данных пожаров. Сейчас у нас остаются нерешенные вопросы как раз по реагированию на данные территории. Ну и надеюсь, к особому противопожарному периоду на Сенему уже будут приняты определенные решения и сократить площади и число пожаров на ландшафтных территориях будет возможно. А что, если говорить о техногенных пожарах, там какова обстановка? Профилактическая работа дает свои результаты и на настоящий момент порядка 30% снижения природных пожаров. Если в прошлом году их было на настоящий момент уже порядка 900, то сейчас нет еще и 700 пожаров по итогам. Приостановлена работа по проведению контрольно-надзорных мероприятиях у бизнеса, освободились работники надзорной деятельности от этого и основное внимание уделяется сейчас профилактике пожаров в частом секторе, откуда больше всего исходит от техногенных пожаров. Это дает свои результаты. При этом хотелось бы отметить совместную работу с департаментом социальной защиты, с главой муниципальных образований по установлению пожарных извещателей в многодетных семьях, в семьях, где есть люди с ограниченными возможностями. Это дает свои результаты, но хотелось бы отметить, что пока в обществе не становится модным устанавливать противопожарный извещатель у себя дома. Если охотно все устанавливают систему видеонаблюдения и каждый хочет в телефоне смотреть, что происходит дома, пока его нет, но кратно дешевле, либо параллельно с этим и установить пожарный извещатель, который также вовремя подаст сигнал о том, что есть задымление в доме. Это позволит оперативно срегировать на пожар и уменьшить ущерб данного пожара, либо, если это случится ночью, то вовремя разбудить жильцов для того, чтобы избежать беды. Мне кажется, здесь, может быть, надо усилить информационную работу. Для меня вот этот аспект, он прозвучал очень свежой. Я про пожарную сигнализацию. Есть, да, сейчас продаются эти пожарные извещатели в разных исполнениях. Они с GSM-модулем, что с выводом на содовый телефон, либо автономный, что по месту будет работать и срабатывает звуковой сигнал достаточно громкий и информирует всех, кто находится вблизи. Там какого-то сложного монтажа совсем нет? Нет, нет, ничего сложного нет. К потолку закрепить прибор и раз в год обвинять батарейку. Ну вот и все. Никаких усилий, понятно. А вот сейчас в середине лета, в его разгаре, есть какие-то особенные опасности на частном секторе? Люди печки не топят. Сейчас, может быть, наоборот, поспокойнее период, нет? Все равно проводятся активно ремонтные работы с применением как сварочных аппаратов, других электроприборов, что перегружают сеть, либо остаются окалины, что это может быть, несмотря на запреты выжигания, то разведение открытого огня на территориях все равно это имеет место быть и это переходит на другие строения. Ну, дети дома, несмотря на то, что спички детям не игрушка, но каждый был ребенком и каждый хочет проверить это на себе, все-таки и остается достаточно, ну, большой процент пожаров от детской шалости, поэтому огонь, он не всегда в добро, да, он также готов проверить нас на прочность, на нашу готовность. Да, и, к сожалению, результаты эти проверки бывают очень-очень грустными. Уже 10 трагических случаев за данный год, поэтому профилактика идет на то, чтобы минимизировать смертность, в том числе и детскую. И минимизировать смертность в этом году пока удается, да? Насколько мне известно, она сильно ниже. Нет, нет, как бы вот смертность от пожаров, она как раз и выше прошлогодних значений, да, тут у нас было два случая с инвалидами, но плюс и с детьми тоже и потеряли детей на пожарах. Да, к сожалению, не знал. Ну, и риски высоки сейчас как раз у воды, которая в такую же рощу к себе манит. Ну, да, длинный период, он, да, характеризуется риском несоблюдения правил безопасности на водных объектах, где, не рассчитав собственные силы, заходя в воду, можно натонуть. Есть трагические случаи, только на этой неделе произошел подобный трагический случай в Ленинском районе, что мужчина тоже, не рассчитав свои силы, в одиночку купался, не прибыв домой, подняли родственники, тревогу нашли. Не дали результатов поиски рыбака на Нурми, что с апреля месяца так и до сих пор не удается все-таки обнаружить, где пропал этот человек. Ну, и другие случаи на водных объектах также привели к трагическим результатам. Поэтому с природой спорить не надо. Вода, она не меньше огня, стоит опасностей. И тут необходимо быть, в первую очередь, с трезвой головой на водном объекте. Ну, и во вторую очередь, не оставлять детей одних без присмотра, не допускать их одиночного выхода на водные объекты. Ну, либо не то, что одиночного, без сопровождения взрослых на воду. Активно проводим работу с администрацией муниципальных образований по пресечению одиночного нахождения детей на водных объектах. Уже более 60 административных дел заведено по данному направлению. Тут угроза какая, что вроде хороший активный ребенок, но это может привести к тому, что поставят на учет и испортят возможную будущую карьеру ребенку. Поэтому, родители, в летний период, знайте, где ваш находится ребенок, дома, говорите о том, что если хочет купаться, то лучше выйдем на совместное времяпровождение на воде. Тогда я преисполнил скепсисом на этот счет. Ну, всем, да. Как нельзя пацана от купания? Ну, надо объяснить, как это делать безопасно. Ну, сейчас как раз рейды, по-моему, проводятся тоже по многочисленным водоемам, по крайней мере, в городе, патрули и даже штрафованные есть. Да, да, есть штрафуем, насколько бы это ни было, скажем так, обидно, но это воспитательный процесс для недопущения происшествий с трагическим исходом. Что, если говорить о большой воде, об угрозе паводков, каковы вот эти перспективы нынешним летом, каким просматривается август, если просматривается, есть ли прогнозы? Надеялись, что зима была снежная и воды в летний период должно быть не так много, но природа с этим не согласилась. И на июнь и на июль месяц прогнозы по водности выше среднем многолетних значений в июне они подтвердились. В июле прогноз есть, но, вероятнее всего, также подтвердится, что осадка будет выше нормы. По августу сейчас сказать сложно, но из-за того, что сам Амур имеет свои ритмы большой водности, да, и по наблюдениям гидрологов этот год еще входит в данный период большой водности. Поэтому вероятность возникновения подтоплений территорий из-за большой воды в этом году можно характеризовать как 50 на 50, поэтому все готовимся. Необходимые мероприятия подготовительные проводятся, губернаторам отданы необходимые распоряжения. Находится все это дело под его контролем. Каждый глава муниципального образования на месте также осуществляет контроль за данными вопросами. Буквально на прошлой неделе состоялось заседание на комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайной ситуации, на которой рассмотрели вопрос по готовности гидротехнических сооружений к большой воде и по выполнению мероприятий, по поддержанию их в работоспособном состоянии. Все необходимые указания отданы, мероприятия проводятся, к встрече большой воде готовимся. Какие бы ни были прогнозы, даже при их отсутствии необходимые мероприятия выполняем? Ну да, в 2013 год думали, что будет один аномальным, но давно показалось, что и в 2019, и 2020, и 2021 года приходят тайфуны с большей периодичностью заходят как на территорию Китая, так и к нам. Дают большой приток воды и, как следствие, подтопление. Но необходимые организационные мероприятия проводятся, необходимые берегоукрепительные работы, в том числе по возведению новых дам по реконструкции имеющихся, также спланированы и проводятся. Вы употребили интересный термин – период большой водности. Он сколько-то лет охватывает и скоро ли закончится? Точных цифр нет. От 5 до 7 лет может наблюдаться большая вода в летний период на море. Поэтому, ну, 19, 20, 21 прошли, но будем надеяться, что 20 и 21 год это были пиковыми и сейчас должно пойти на снижение по общей воде. Вот. И дальше уйдем в затишье, которое даст нам возможность построить новые берегоукрепительные сооружения для того, чтобы быть уже в следующий период большой воды на море в готовности для недопущения тех ситуаций, которые у нас наблюдались в 2013, ну и другие годы. Да, будем надеяться, было бы хорошо, неплохо бы нам получить от природы передышку такую в этом плане. Ну и хотелось бы наш разговор завершить. Вот каким неожиданным известием стало известно о том, что вы отправляетесь к другому месту службы. Не могли бы здесь прорисовать как-то ситуацию? Да, я человек государственный, да, и 20 лет уже прохожу службу на территории Дальнего Востока. Вот. И развитие в целом Дальнего Востока и в частности арктических территорий его для меня очень близко, да. И, ну, сейчас поступило предложение вернуться назад в арктическую зону, вернуться назад на Чхотку и продолжить свою деятельность по развитию Арктики. У нас здесь тоже холодно бывает, Антон Алексеевич. Этого недостаточно, одного мороза, да? Да, ну, хотелось бы, да, применить тот опыт, который за 18 лет был накоплен на Чхотке для дальнейшего развития Чхотского автономного округа. А здесь, в Еврейской автономной области, тот опыт, который там брали, оказался ли он вам полезным? Как вообще этот период службы здесь вы восприняли? Ну, в первую очередь, очень рад новым знакомствам, новому общению, новым людям, их точкам зрения. Все это дело также пополнило мой багаж знаний, мой опыт, который также будет применен на новом месте службы. Ну, мы рады, что таким образом поможем нашим северным соседям. Ваша оценка тогда на прощание коллективу всех сил и средств, которые находятся здесь на балансе управления, несут службу по обеспечению безопасности в ЯОО? Ну, любой руководитель всегда стремится, чтобы сил и средств у него было больше, поэтому, ну, тоже оценивая состояние всей группировки сил и средств за действием на предупреждение лекарственных ситуаций на территории области, хотелось бы дальнейшее развитие, дальнейшее увеличение штатной численности, дальнейшая поставка новой техники, нового оборудования. Но при этом существующим штатам, существующим оснащением готовы реализовывать те задачи, которые перед нами стоят по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, от пожаров, от других рисков, которые присущи территории. Кто возглавит управление, Анатолий Алексеевич? Надеемся, что это будет, скажем так, местный представитель, да, который достаточно хорошо знает территорию. Но сейчас все дело в стадии согласования, ну, в ближайшее время станет известно. Хорошо, спасибо большое, спасибо прежде всего за службу, ну, и успеха вам в службе там, на севере, на новом месте. Субтитры сделал DimaTorzok